Перед праздником 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Амурске прошло множество мероприятий, посвященных этому событию. Об одном из них следующий сюжет. Вахты памяти почтили погибших в Великой Отечественной войне. В эту акцию входят такие мероприятия, как поисковые экспедиции, и благоустройство воинских захоронений, обустройство территорий, исторически связанных с подвигами наших солдат при защите Отечества. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло много бойцов. Вернулись, к сожалению, далеко не все. На полях сражений до сих пор находят останки солдат. Более 40 тысяч поисковиков в разных регионах нашей страны ежегодно заступают на вахту памяти. Эта акция объединяет множество поисковых клубов, которые тщательно исследуют места боевых действий Великой Отечественной войны. Первые поисковые работы традиционно начинаются в середине апреля, чтобы 8-9 мая можно было организовать захоронения найденных солдат или передачи для захоронения в их родном регионе. А в нашем городе в эти дни проводят вахту памяти, вспоминают историю Великой Отечественной войны, её участников, своих родных, воевавших против фашизма. Это знак благодарности тем 27 миллионов наших соотечественников, жизнью которых была шлина победа над фашизмом. Это знак благодарности, что мы сегодня с вами живём, развиваемся, строим планы на будущее, растим наших детей. Более того, наша молодёжь не только помнит и чтит память о наших героях, вот уже более двух лет мы боремся с новым возродившимся фашизмом. И я уверен, что и как 79 лет назад наша страна обязательно победит этот фашизм, и победа будет за нами. В этот день ребята из военно-патриотических объединений, юно-армейцы, отдали дань уважения всем бойцам Великой Отечественной войны, неся почётный караул у обелиска славы. Те суровые дни и горести не обошли стороной ни одну семью в нашей стране. И наша задача – пронести эту память, сохранить и передать следующему поколению. В общем, об этом это мероприятие, вахта памяти. Также глава города сообщил о том, что к 80-летию победы обелис славы будет реконструирован. На следующий год, к 70-летию, я думаю, мы с вами здесь соберёмся уже у нового обелиска. Ещё на вахте памяти проводилась акция «Красная гвоздика». Все желающие приобретали значок, помогая тем самым ветеранам боевых действий.